Здравствуйте всем! Уже во втором сезоне второй серии аниме при волейбол Хайкин. С вами Пресвятейший Михаил, Отец Божий, Отец Божий, Пресвятейший Михаил и Анастасия. Мы с вами продолжаем смотреть. И тоже вторая серия. Рекомендации от Михаила? Нет. Хорошо. Раз, на весенне. У нас был вопрос про наши отношения. Что ты можешь рассказать? Я могу, к примеру, сказать, что Миша, он полный бабан, но он хороший. Я не знаю значение этого слова. Объясни, что такое бабан. Я в детстве очень плохо говорил на русском языке и ходил в логопедедический садик. Я вместо слову болван говорил бабан. И вот поэтому есть по слову бабан, мое личное слово. Это такое уменьшительно ласкательное, прекрасное слово бабан. Ты когда-то делала что-то плохо, типа ты как вошок, но бабана ты любят. Ты такой бабан. Что еще? По-моему, мы рассказывали, как мы начали встречаться. Нет. Да. Как встретились в самолете. Тогда история, с которой мы могли встречаться. Надо рассказывать. Ну, какой их сделал вообще. Мы о нем и тут смотрим. Ладно. Короче, я могу сказать, что я страдаю уже не первый год. Четвертый год, да, уже третий. Третий год, скоро четвертый год. Он так страдает. Представляете? Какие матчи ты считаешь лучшими? И есть ли разница между хорошими матчами? О чем вы говорите? Я написала, конечно, есть разница. Конечно, есть разница. Хорошие матчи. Мужской волейбол плохие, женские? Нет, между хорошими матчами есть разница. Разница в том, что... Конечно, есть разница. Разные матчи есть. По-разному играют. А есть матчи там, где... Не знаю, когда Мол играет, он нереальный блок. Или когда Карамбулу, он там блатует нереально. Нет, даже просто на примере Карасуны, Никома, Аопатисай. Это все разные стили команд. И вы, когда смотрите аниме, вы понимаете, что у этой команды такая фишка, у этой команды другая фишка. И каждый раз, когда мы смотрим игру, помимо того, что там чувак в линию падает одинаково, когда кто-то забивает. В принципе, у них же разные мысли в голове. Разные тактики в голове. Каждое очко играется по-разному. Поэтому каждый хороший матч, ну, сто процентов отличается. Я помню, в Мексике я смотрел игру российской команды Лишуков-Семеновым против Алисона Альвара. Это была очень крутая игра. Мне кажется, крутая игра, это та игра, где ты видишь очень много разных элементов. Много мыслей, как можно сыграть. Которые когда обе команды играют, хорошо. Да. Это разблон-блон-пешка. Конечно. То есть обе команды очень хорошо играют. Все, есть блок, есть подача, есть у всех все. Там уро, нереально. Но рожа вся в песке. Пальцы выбиты, зубы выбиты. И при этом они еще, ну, не просто, к примеру, идут и бьют только в диагональ. А там они катали, тут они катнули в линию. Потом они сделали, к примеру, рейнбол. Тут они сделали бобби-кат. Там они только сыграли по пальцам. Блокаут, то есть использование элементов. Кто-то паснул в прыжке. Кто-то там вытащил нереальный мяч. Ну, то есть это прям вот когда показывают большое мастерство. Наверное, одним словом. Да. Ответил на вопрос. Вы ведь понимаете? Понимаете, да? Так, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Если хоть один предмет будет завален... Ну, это не просто. ...выходные приходится проводить за учебниками. Иногда дополнительные занятия проводятся и летом. А заниматься клубной деятельностью будет тяжело. Ну, всё. Эй, во мне куда бежать. Ты носи-то, лови их. Есть. Завал. Завал. За сколько баллов тебя это волнует? Гея, он вообще не дышит. Если мы хотим продолжать заниматься клубной деятельностью... Тихишин такой доложный. ...выходный балл. Авал невозможен. Невозможен. А если мы попросим у Завча, он... Может, ты лучше направишь силы на сдачу теста? Даже если он даст рот решение, когда настанет время дополнительных занятий, в приоритете будут они. Тренер! Ну, такого не избежать, раз уж вы школьники. Ну, как же? Сила воли, поверьте в свои силы. Усилием воли? Нет, так даже подойдет. Научите как. Я помню, как у меня учеба была с 8 до 3, потом ехала домой, и у меня тренировка была в 6. На тренировку я выезжала в 5, в 6 я тренировалась до 8, в 9 я была дома, ужинала, и все остальные силы у меня уходили на учебу. Но я делала домашнюю работу максимум до 11, до 11.30. После 12 я никогда не сидела, потому что мне нужен нормальный сон, я хотела спать. Но я училась нормально. Но вот это просто до 11 даже, это было ужасно. Я вообще не понимаю, этот прикол домашнего задания, это просто эксплуатация детского труда. Ну, вообще, вот все, ты отучился, все. Что-то еще парят какими-то заданиями, еще идиотизм. Да, по каждому предмету. Это очень, каждый там считает, что там в интернете, презентацию. Презентацию сделать хорошую, это час сорок меня занимало. Это быстро. Час сорок, это очень быстро. Я просто любил презентацию делать, поэтому я думаю, быстро их. А на математику я такой, так, пример там начал, у меня было обычно так, дай мне 5 там заданий по математике. Первый решил, второе там наполовинку, третье пропустил, четвертое, первую строчку сделал, пятая там, все, все. И это было так. Я сделал математику. Знаешь, я любила математику, у меня были хорошие оценки по математике, но в 10 классе у меня пришла новая учительница, молодая, из университета. И полгода я не делала домашней работы, когда был конец семестра, я сказала ей, что все мои тетрадки залила моя маленькая сестра краской. И у меня нет больше домашних работ. Прекатила? Да? Хината, я не хотел затрагивать эту тему, но я что, похож на какого-то отличника? Удохнулась. Хината, я уверен, что не нужно так переживать на этот счет. У меня там аж. Что у меня никогда не было двухзначного результата на тестах? Так пойдет? Чего? А? Эй, а без молитвенных масок. Сэнсэй, держит себя в руках. Вот так муки. Успокоились? До начала тестов еще есть время. Это основной звенок. Асуна не сможет показать уроки. Лучшую игру без этих четырех идиотов. Даже без вариантов. Да, реально, кстати, лучший атакующий, лучший лидер, лучший пасующий и лучшая приманка. Это прям... Вот все остальные, как раз таки, могут не ехать, но вот этим ехать надо обязательно всем. Не только на поле, так еще и после школы буду сидеть и учиться вместе. Эпизод второй, прямой луч солнца. Слушайте, народ, сейчас вы должны мне пообещать одно... Вы не будете спать в ночь. ...и засыпать на уроках. Это прежде всего... Специально засиживаться до поздна. Лень тяничать на уроках и в клубе. Все это запрещено. Да. Мы пойдем. Да, хорошая работа. Все обойдется. Вы ведь сдали вступительные экзамены сюда. Суперсон. Но если заснете на уроках, лучше готовьтесь к последствиям. Кагияма. Чего? Нет. Слушай, не вредничай. Мы не поедем на игру, если завалим. Это же не кома. И там будут сильные школы из Токио. Ты не веришь, что можешь пропустить? Ты же заявил у Шиваки, что станешь лучшим связующим. Я тоже. Я тоже. Уверен, у него в голове один волейбол и больше ничего. Сукишима! Сан. Я угадала. Помоги нам с учебой. Пожалуйста. Чего? Не хочу. Ну, хотя бы час в день. Или расскажи, как нужно заниматься. Думаю, пару минут до или после клуба не навредят. Слушай, по-моему, несправедливо, что коротышка просит за вас двоих. Что скажешь, великан? Кагияма, попроси. Где он такой маленький, без меня не понимает? Чего? 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 Вы занимайся с нами. Я тебя не слышу. Позанимайся с нами, придурок! Эй! Заткнитесь вы! Со сведем мешайте! Попростите! Зачем же так играть? Девочка? Да. Прости. Ничего, спасибо. Шмид сэмпай! Я нашел одного человека из параллельного класса, который еще не состоит в клубе. Спасибо. Ага, нет. Ага, нет. Улыбнулась. Наверное, будет по-любому заголовным. Все, касянка и стала. Буду помогать, чем могу, пока я первогодка. Я угадала? Мы третьи годки. Уйдем сразу после следующего турнира. Наблюдая за вашим ростом, я думала о том, что может случиться в следующий год и после него. Я должна выполнять свою работу. И я помогу. Спасибо, но сосредоточься на учебе. И, конечно же, на тренировках. Да, не збей. О, сейчас сердце не доставится. Она стала какой-то не такой скромной. Так, давайте, дальше. Я сказала одно слово. Кинота, первый ответ, шестой задачи. Удачи. Шестая задача. Выберите правильное слово или фразу в скобках, подходящую для продолжения. На. Это идиома означает, что даже бесчувственные люди проявляют сострадания или даже могут сплакнуть. Даже демонов растрогает. Ханаба? Ай, глаза! И как можно так с демоном? Ты подумал о другой идиоме. Ты что, не читал объяснения? Помолчи! Увидел слово демон и даже не прочел остальное. Написал первое, что в голову пришло. Ты точно дебил. Точно. Тебе нужно успокоиться. Ты невнимателен. Да что мы прицепились к этому? Кагияма, ты сам не лучше. Если честно, ты, пожалуй, даже хуже Хинаты. Ты сам должен выучить английские слова. Японцы не понимают английский. Тогда забудь о поездке в Токио. Кагияма. Быстрая Б. А. Си. Синхронная атака перед связующим. Атака на левого защитника. Ди. Одновременная. Полуатака. Синхронная атака за связующим. Быстро. Как долго ты это запоминал? Кажется, меньше, чем за день. Так что не говори мне тут, что не можешь запомнить слова. Черт. Я не уступлю Кагияме. Ладно, в субботу после клуба идем ко мне. Ага. Им я тоже не уступлю. Я же говорю, что тебе нужно успокоиться. Мишиная, дай посмотреть твой вчерашний тест. Такая девочка. Еда. В общем, в японских вопросах можно найти ответы в самом условии. Поэтому, если прочесть внимательнее... Задача три. В указанном отрывке определите предложение, которое лучше всего раскрывает противоречивые чувства Норио. Быть мужиком Норио! Тут же написано, что искать нужно в отрывке. Не игнорируй условия и Норио. Санглэсан. Да ты крут. У тебя ведь хорошая память, Нишануэ. Доверьте все идеи мне. Такого на экзамене не будет. А вы что, реально занимаетесь? А вы в порядке? Что это значит? Сестрица Саэка, привет! Привет, Ю! Ты сегодня так же круто! Спасибо! Простите за вторжение. У нас ничего-ничего. У меня не было всех. Ну-ка, может, сестрица научит вас кое-чему? Заткнись ты! Ты не умнее меня, так что смысла ноль. Эй, не стоит ни нацать, не быть ученица коржа. Да ты только работаешь и тренируешься. Заткнись! Я сестра, кто ноги хвостная. Потом не приходи ко мне со слезами. Тренируется? В чем? Стайко. Она собирает команду. На фестивалях она только так отжигает. Круто! Даешь замотанную грудь! Так, давайте за дело. Нас ждет Токио. Да, и Нашито Сэнсэй! В Токио завтра начинаются отборочные, да? Постараемся. Да, понемногу. Вы тоже едете туда, верно? Братик, давай через скакалку попрыгаем. На чем твой брат занимается? Да! Конечно, мы точно едем. И в этот раз победим. Жди. Так, я не буду в Токио. Серьезно. Все тихо. Сильно небольшое расстанавливание. Атанако из первого класса. Он в последнее время не только не спит на уроках, но еще и задают вопросы после занятия. Как они женой из третьего класса? Могут же, когда постараются. Стараются. Возможно, игра в Токио станет реальностью. Качественную хорошую нахожусь не встать и задавать вопросы. Надеюсь, она справляется. После урока. Ребята, можно вас? Так, кто там с первой плохой, кстати? Поиски нового менеджера. Вот Лолька. Озвучено при поддержке Джем Клаб. Сайт группа ВКонтакте. Викиточка Комслэш Джем Клабс. Лолька. Что такое Лолька? И да, кстати, этот релиз не для продажа. Она третий годка, красивая, и родинка урта сексуальная. Она такая кисточка? Красавица. И волосы шелковистые. И все засматриваются на нее. Итак, как насчет испытательного срока в клубе? А, да! Правда? Спасибо. Тогда я зайду после занятий. Да. А почему? Она третий годка. Так она тоже третий годка, главное, зовут Лолька. Да. Ты нашла нового человека! Что тут? Что такое? Итак, она будет в основном испытательном сроке, как новый менеджер. Ну что? Я... я тебе хитока! О! Правда? Круто! О! Ты же работаешь, Митзу-сэнбай! Милашка! А ты первогородка? Я в классе 1.5, мистер! Мистер! Асахи, не дави так! Первого года. Ааа! А, оценивать-оценивать? Теперь весь мой ножом. Асахи раньше похож на 1.5. Мистер! Она еще не в клубе. Я только сегодня попросила ее. И она пока не приступает к работе комитета клуба. Она пришла поздороваться. А, рада сотрудничать! Здрасте! Не рада! Не могу так не окружать ее, пока она не привыкнет. Что-то готово. Что-то практическое. За вторжение. Шимидзу. Вижу, ты искала нового менеджера. Ага. Я подумала, что в апреле не будет так много желающих. Ты решила, что нужно найти кого-то на должность менеджера. Чем они занимаются? Прямо тогда она бутылочки подносит, полотенечки подносит и баннер сделала. Чем еще? Что же делать за что? Только понятная девочка. Блондин с проклонными ушами. Неужели он ее поклонник? Меня убьет! Чего? Убьют? Блин, я проголодался. Идемте к саконошите. Мы же договаривались до и после клуба. Да? Но учитель английского Йошида Сэнсэй уже ушел. Пожалуйста, приходите в рабочее время. Черт, Жанны, Цукишима! Потому что отдыхать тоже надо. Нужно что-то делать. Хината! Ямакучи, ты позанимаешься с нами? Прости, я в английском ноль. Помнишь вчерашнюю девушку, которая будет новым менеджером? Она сказала, что из пятого класса. Может, она поможет вам? Точно! Класса 4 и 5 более умные. Чем же заняться после школы? Да, взгляд, конечно, на полуинтеллекта. Простите. А, чего? Они из волейбольного клуба? Что делать? Что им надо от меня? Они ведь еще не представлялись? Имена. Как же их зовут? Хотя я не запоминаю имена, но слышно ранее. Яхина, это Сяо. Ты даже имени можешь запомнить. Хрисма в улице, в общество потеряю работу. Окажусь на улице. Наверное, даже органы продам. Ну, я Хинатасю из первого класса. А это Кагияма. Здрасте. Привет. Яти-сан, тебе нравится учеба? Не-не-не ненавижу. Можешь объяснить нам английский? Кагияма, и ты попроси. Объясни, пожалуйста. Если мы завалим тесты в следующем месяце, то мы не... Наверное, кажется, что Кагияма не в волейболе, он такой, типа, дуб-дубом. Такой, Хинатас ему постоянно. Хинатас, и ты попроси. Такой, объясни, пожалуйста. Такой робот, просто, без эмоций. А потом с Хинатой в гору вот это. У-у-у-у-у-у-у-у-у. И она потом такая руль. Все понятно. Круто. Да нет, что ты. У тебя такие понятные лекции, яти-сан. И рисуешь отлично. Моя мама работает в дизайнерской фирме, поэтому все время придирается к мелочам. Если здесь оставить место, его потом можно будет позже заполнить. И если ограничить количество используемых цветов, не запутаешься. И... Прости, я пишу в твоей тетради. Вот как. Понятно. Нет, что ты. Я ничего. Хината-кун. Можно просто Хината. Хината, а ты не любишь учебу? Ненавижу. Так тяжко сидеть на одном месте долгое время. Но если постараешься, сможешь поехать в Токио, да? Ага. У нас будут тренировочные матчи с сильнейшими школами Токио. Здорово. А я никогда не была на подобных серьезных мероприятиях. В Токио будет старшая школа Некома. И супер связующий. А лидер их с колючей головой. Прямо великан и плохой парень. А еще есть один, который потрясающе принимает подачи одну за другой. Прям как БАМ! Либера у Некома классный. Да. Колючая голова. Либера. Это позиция? Там есть великий король из Аоба Дзюсай. Известный непобедимый чемпион у Шивака. И железная стена из Датека ростом 190 сантиметров. 190 сантиметров? И это... Хината, ты тоже менеджер? Почему это? Ну, я думала, только высокие играют в волейбол. И в клубе много таких ребят. То есть я и маленький. Но я в основном составе. Вот черт! Нельзя же судить о людях по внешности! Прости меня! Ничего, я привык. Хоть я и невысокий, я могу летать. Хината, тебе не нужно переписывать конспект? О, точно! Ребята большие и сильные. Но когда мы на игре, я чувствую, что могу им противостоять. Это так возбуждающе и волнующе! Поразительно, когда можешь противостоять таким. Значит, Хината, ты прямо как маленький гигант. Гиганта, она знает. Ты знаешь маленького гиганта? Чего? Нет, я... Разве не так называют японских игроков, которые сражаются с иностранными игроками в спорте, и которые выше их. Снайп? Ну? Да, точно! Да! Я стану маленьким гигантом! Эй, маленький гигант, который не попадет в Токио! Живей уже переписывай! Ты же еще нам поможешь? Да, занятия с вами, и мне помогают запоминать. Спасибо, я тесант! Я не могу, я встану! Ладно, увидимся в клубе! Нафига она не была согласна. И что это было? Как будто солнечный луч на время пропал. В смысле? Надо набрать солнышко. Какой у него костюмчик у тебя дает? И я тебе сам! В обед был тест по английскому. Там попалось то, что ты мне объясняла. И я третью часть правильно написал. Прилетит, наверное, и я не буду. Эй, ты в порядке? Ты вчерашний страшный парень! Он меня убьет! Это... Вообще-то я здесь тренер. Боже мой! Опять лжу о людях по внешности! Простите меня! Влево! Да! Хорошо! Не раскрывайте закрытое пространство! Пока! Дальше! Простите! Я вас не слышу! Два блока! Хопс! Обычно у людей какая реакция? Не глаза только закрыты, но и вообще закрыться! Люди пытаются как можно больше свернуться в комочек вот эта поза эмбрия. Эмбриона. Эмбриона, да. А не так, что просто закрыли глаза и заморщатся. Простите! Ну, хилат, мальчик! Ага! Я впервые вижу волейбольную игру так близко, и это не на уроке физкультуры. Это удивительно! Думая оборона нашей команды одна из лучших в префектуре. Простите! Простите! Вот, Йоко сам говорит! И улыбается! Губы двигаются! Так вот, как выглядит разговаривающая девушка! Я думаю, что... Каждый, как по волейболу, садись могут в субастности. Они не контролируют, да? Даже в национальном участке. Может, тоже и так скрылись есть? В национальном? Но последние несколько лет нас называли падшим гигантом или нелетающей птицей. Вороном! В этот раз мы попадем на национальный. С какого фига выходит? Через весенний турлиф? Это неправда, здорово! То есть одно место через перфектуры? Перфектуры, одно через национальный весенний турлиф? Это немного неожиданно, но старшая школа Аганиши попросила завтра тренировочный матч, и я согласился. Там не видели отборочные среди старших школ и сами настояли. Не забывайте о горечи и печали проигрыша с Этио. Да такие Аганиши были. Не нужно и цепляться за чувство проигрыша. Просто отбросьте его. Да! Матч. Анигиши сильные, наверное. Сильные или нет, это не важно. Да, сделаем это! Продолжение следует. О, быстро. Да, согласна. Но не было таких тренировочных моментов, в основном все было об учебе. Новые менеджеры раскрываются. Да, ничего, не завтра будет. Завтра. Против новой команды. Угу. Стоит устал. Я тоже устал. Ладно, все, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok